Мур, привет друг, это Зверько. Ну что, входим в рабочий режим? Начнем с обновления 1.5.46. Спустя практически год, Вейлу выкатили облик Канаги, который уже доступен в магазине. Я бы советовал сэкономить алмазы и апнуть лазурный ветер до этого облика. Новый герой Пакита и его первый скин выйдут 15 января. С 12 января новый скин на Клинта будет доступен в Ивенте, посвященный турниру М2. Подробностей про Ивент мне, к сожалению, не сообщают. 13 января будут изменения в магазине фрагментов. Редкие облики. Добавят Веневра, Лотос. Клауд, Дерзкий грабитель. Фанни, Королевский кавалерист. Москов, Змеиный глаз. Акаи, Алый самурай. И Алиса, Парапланер. Уберут Карина, Черная жемчужина. Клинт, Роганролл. Да я по мать! Ангела, Китайская кукла. Аргус, Темный дракон. Кэри, Мать драконов. Эээ, то есть Королева драконов. Люнокс, Цветение ясеня. Магазин героев. Добавят Аврору, Линго, Харита, Лапу-Лапу, Хильду и Клинта. Уберут Валира, Чане, Кэри, Бенедетту, Атласа и Гвеневру. Но если ты вдруг хочешь купить себе какой скин посерьезнее, сделать это можно дешевле у моего спонсора. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь возвращаемся к ролику. Переходим к изменениям героев. Броуди. Атрибуты. Прирост атаки увеличили на Гулькин нос с 13 до 13,5. Матильда. Второй навык. Сократили время получаемого ускорения из щита с 4 до 3 секунд. Ульта. Немного увеличили магический бонус для светлячков. С 10 до 12,5%. Добавили индикатор урона для первого навыка. По-хорошему, его надо было сразу добавить. Кормила. Пассивка. Немного увеличили похищение брони. Линк. По мнению разрабов, все еще имеют проблемы с балансом. Поэтому они убрали прошлые улучшения. Пассивка. Уменьшили базовое восстановление энергии с 5 до 4. Также уменьшили восстановление энергии на стене с 10 до 9. Лапу-лапу. Пассивка. Сильно урезали базовый щит с 400 до 250. Кусака. Маленький ребаланс хп. Базовое здоровье уменьшили, а вот прирост хп наоборот увеличили. Ланселоту оптимизировали прицеливание первым навыком. Ланселот. Бухающий рыцарь. Покито. Перед выпуском получают ребаланс навыков, которые придется показывать формулами. Первый навык. Увеличивающий щит от заряженного навыка на 10%. Второй навык. Нерфанули немного. Как базовый урон, так и заряженный. Ульта получила баф к урону от первого удара. Реворкнутому Аргусу обновили визуальные и даже аудиоэффекты. Например, в ульте слышится пение с того света. Похоже, Аргуса заранее отпевают. Изменили роли нескольким бойцам. Бальмант. Был танк-боец, теперь боец. Руби. Танк-боец, теперь боец-танк. Лапу-лапу. Боец-убийца. Теперь боец. Эти изменения были сделаны, чтобы новички не путались в ролях. Опытные игроки и так знают, как кем играть. Вновь изменили защиту черепахи. Теперь вместо 80 магической и физической защиты будет такой расчет. 15 плюс 10. Второе значение растет со временем боя. Это сделали, чтобы не слишком быстро забирали черепаху и было больше стычек рядом с ней. А на этом все. Подпишись на канал, чтобы следить за изменениями в игре. И не тащиться на лайн с ножом охотника в кармане. Если видео понравилось, жми лапку и колокольчик. Скоро увидимся, друг. Субтитры сделал DimaTorzok